Заезжие гастролёры захотели навариться на Балаковцах во время празднования Дня Химика. Несколько жителей Воронежа узнали, что в нашем городе будет проходить масштабный праздник, прикинули возможную прибыль и отправились покорять Балаковский рынок. И вот они не предприниматели, они не имеют никаких документов, а приезжают вот так, лёгкие деньги сорвать и уехать. Торговали самым ходовым товаром – гелевыми шариками, сахарной ватой, попкорном и сувенирами. Мы сами не знали, куда мы едем. Это как вас нанимает предприниматель на работу? Хотите подзаработать? Сколько вот за выход он вам платит? Ну там просто процент, там смотрят, сколько мы продали и по проценту, конечно. Ну ориентировочно все равно, за 100 рублей же не поехали? Ты ищем там. Вот за один вечер, если правильно, шарики дорогие? 100 рублей. 100 рублей вот этот, гелевый надутый. А вы знаете, что это за пределами Воронежской области будет или нет? Нет. Он просто сказал, что, как говорится, едем очень далеко или не очень, ли вы никто не задавал вопрос? Мы просто решались. То есть сами не знали, куда едем. Ну понятно. А если бы, извините меня, все увезли бы вас? Нет, девчонки знакомые уже работали и сказали, что я вообще не хотела ехать. Это случайно получилось. Надо было сидеть дома. Торговать без разрешения запрещено законом, поэтому на продавцов составили протоколы об административном правонарушении. Реализовывать товар приехали 8 человек из Воронежа. Некоторые из них несовершеннолетние, которые решили подзаработать. Девочка, здесь получилось еще двойное нарушение. То есть мы этот протокол не на нашей административной комиссии будем разбирать, а отправим в комиссию по делам несовершеннолетних. Здесь и получается, что у нее недели, то есть еще нету 18 лет, она вообще не имеет права торговать. В этот вечер выявили двух организаторов незаконной торговли. Все они заплатят штрафы. Вы вообще-то какой предприниматель? Даже не предприниматель. Это говорится о чем? Вот она, какой предприниматель. А почему вы занимаетесь этим этим деятелем? Подрабатываем. Сейчас в России кризис, понимаете. Хоть копеечку будут заработать. Эти люди и не скрывают, что приехали подзаработать. О качестве товара они не очень-то и заботятся. Ладно, шарики, они везде одинаковые. Но продавать сахарную вату и попкорн, при этом держа сигарету в руках, это уже грубое нарушение. Начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства Галина Кириленко уверена, что всем торговцам без исключения необходимо оформлять предпринимательство и работать, не нарушая закон, чтобы было потом с кого спросить, если что-то случится с покупателями несанкционированных товаров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!